Сгодным беларуским традициям для дорогих гостей заусёды накрывают багатый стол. Таму не выпадково гляд выставы у дельники экономичного форума пачали со стендов харчовых предприемств у Гомельшины. Тут делегатам пропоновали лепшие деликатесы. И коли россияне, например, добрые, знаемые с нашими продуктами, то для гостей сирые беларуские присмаки пакули к зотэка. А лишь гэта не просто пачастунок. Гэта знаемство потенциальных партнёров с гомельской продукцией. Головная задача выставы — продавать. И не просто у межах крытых окатка, дзей сё литаяна размясилася, а в международном масштабе. Предприемства, які представили тут свою продукцию, об гэтым добро ведают. Таму кожный год колькасть экспонентов расте. Свою хисторую весна у Гомеля пачала у 99-м годзе. Тады яе удельниками стали 40 предприемств, які заняли площу 250 квадратных метров. Сёня площа уставы повялишилися у 22 разы, а колькасть судельников вымирают сотнями. Гэта самый буйный региональный форум такого кшталта у нашей краине. И гэта безумовно привабливает замежных гостей. Вьетнамская делегация, напрыклад, приехала уже другий год запар. Вот этот раз уже большой масштаб, чем в прошлом году. И товар будет уже качественный и эффективный. А вось молдавское предприемство станком у Гомеля у першыню. Пакуль приехали, як кажусь, на разведку. А в будущем сбираются поставлять свои соки на Гомельшину. Первый раз выставляемся. Пока неплохо. Но сегодня погода не позволяет людям в целом насладиться соками, потому что холодно. Соки тоже холодные. На двор я, саправды, подкинула неприемный сюрприз. Али нават под моцным дождом выстава не пустуя. Звычайный гомячан тут хапая. Циковые знаходки и покупки можно зарабить и тем, кто не ведет никакого бизнесу. Вось, напрыклад, самые у промынсенсия заметные экспоненты выставы. Гомель Аблбудкомплекс пропоновывает свои послуги физичным особам. Мы себя позиционируем сейчас по двум категориям. Это субъекты хозяйственные и юридические лица, которым мы хотели предложить услуги строительные. И для физических лиц в этом году мы планируем предоставлять жилье. Поэтому и вот здесь мы сделали акцент на строительство жилья. То есть, чтобы привлечь население города Гомеля. И они уже сегодня привыкали к том, что есть такая организация, как Гомель Аблбудстройкомплекс, которая сегодня объединяет за собой 6 тысяч работников и ряд строительных организаций в Гомельской области. И чтобы мы могли строить жилье для них. 21 мая – опошний день работы выставы. Алиреха для ее проведения на Гомельшине раздаваться будзи яши долга. Удельники будут подличивать наявные и будущие прибытки, а организаторы думать над наступным форумом 2017 года. Настасья Кучинская, Игорь Марыченко, Телерадио, компания Гомель.